Здравствуйте, дорогой друг! В этом видео покажу, как с помощью технологии декоративного кромирования открыть деревянное изделие в декоративный хром, ничем не уступающий настоящему хрому, а даже выглядит ярче, потому как в этом качестве выступает серебро, как это видно на камере в результате. Преимущество этого способа перед настоящим хромом в том, что эта технология более простая и доступная. Для примера взял кусок обыкновенной деревянной доски. В самом начале это, конечно, подготовка поверхности к нанесению базового лака. Это стандартная процедура подготовки к окраске поверхности. Немного шкурнул обычной шкуркой и закрепил деревяшку для удобства проведения всех работ по металлизации. Удобный способ это подвешивать на крючок на цепочке. Теперь нужно грунтомыть поверхность перед нанесением базового лака в обычном универсальном грунтовом баллончике. После того, как грунт подсохнет, нужно, что называется, замыть поверхность. Замываем шкуркой с водой зернистостью не менее 800. Шкурательно все места, ничего не пропуская. В конце хорошо промываем водой. Следующий этап нанесения базового лака, на который будет наноситься зеркало. Насколько ровно будет нанесен лак, будет зависеть, как качественно будет выглядеть зеркало. Поэтому никакая шагрень, никакие пылинки или катер недопустимы. Лаковый слой должен быть гладкий, как стекло. Первым делом обезжириваем поверхность обезжиривателем бензин-галоши или нефраз по-другому называется. Делаем это так же тщательно, как и шкурили, не пропуская ни одного уголка, чтобы лак лег крепко и не отслоивался. В качестве базы используется лак двухкомпонентный для автомобилей или ему подобные. Наносить можно любым краскопультом для этого предназначенного. Пару слоев будет достаточно и отправляем на сушку. После того, как высох базовый лак, его следует подготовить к металлизации, то есть сделать так, чтобы лак смачивался водой, ровной пленкой, а не скатывался в капли на поверхности лака. Один из способов, кроме пламени горелки, это смачиватель на основе кухонных ингредиентов. Это растворимый кофе, лимонная кислота и уксус. Обработав таким раствором поверхность лака, можно добиться смачиваемости поверхности лака. Смачиватель смываем просто водой, потом теплым раствором гидроксида натрия с губкой, потом смываем просто водой с губкой и в конце промываем дистиллированной водой из распылителя. Далее продолжаем готовить поверхность к металлизации. Не давая высыпнуть поверхности после смачивания, обрабатываем раствором активации поверхности на основе дистиллированной воды, глухой раствор олова и кислоты. Кислота любая на выбор, соляная, серная или уксусная. После обработки поверхности активатором смываем дистиллированной водой очень тщательно, чтобы не осталось кислоты, тогда как олово закрепляется на поверхности, хоть это не видно глазом. Олово служит как основу для осаждения зеркального слоя. Не давая высохнуть поверхности после активации, сразу же приступаем к металлизации. Распыляем растворы металлизации, серебрильный раствор и восстановитель. Серебрильный раствор состоит из дистиллированной воды, азотно-кислого серебра, гидроксида натрия и аммиака. Восстановитель состоит также из дистиллированной воды, глюкозы и формалины. Распыляем специальным распылителем раствор декоративного хромирования металлизатором на основе электрического краскопульта. Растворы подаются одновременно, смешиваются и происходит реакция осаждения металла. Так неизрачная поверхность приобретает зеркальный вид, что выглядит очень красиво. После окончания металлизации хорошо промываем все дистиллированной водой, сдуваем остатки воды воздухом и отправляем сушиться. После сушки металлизированной доски нанесем защитный лак, желательно с добавлением пигмента под хром. Это смесь пигментов синего и фиолетового цвета, соответствующих пропорции красок кэнди. Объясню, зачем пигменты под хром. Дело в том, что любой лак, даже самый прозрачный и лучший, со временем окончательного высыхания будет немного желтить. Но из-за не качества лака, а из-за оптического эффекта преломления света через лак и отражаясь от зеркала, типа как через призму. Поэтому добавляя по несколько капель синего и фиолетового пигмента в лак, можно добиться эффекта скрадывания желтого спектра. Пропорции смешивания пигменты под хром, например, на 50 мл лака. 3 капли синего и 3 капли фиолетового. Состав комплекта входит синий 15 мл, фиолетовый 15 мл. Этот объем рассчитан на 9 литров прозрачного лака. В конце можно пару слоев прозрачного финишного лака. В результате получилась доска с металлическим блеском пигментом под хром. В заключение хочу сказать, что освоить технологию декоративного хромирования не требует сверх усилий и больших талантов. Все давно изобретено и проверено опытом. Для облегчения и освоения технологий есть доступные для понимания и цене видеокурсы по технологии декоративного хромирования. Есть материалы и оборудование, тоже доступные по цене. Все это вы найдете на сайте shopchrome.ru. Ссылка в описании. Также у вас есть прекрасная возможность получить неограниченное количество личных консультаций по декоративному хромированию в любое время, кроме ночи, конечно. Достаточно стать спонсором канала Chrome Info и всегда получите информационную поддержку, пока не научите искусству химической металлизации. Это занятие приносит глубокое удовлетворение, так как делаешь очень красивые вещи, которые никого не оставляют равнодушными, глядя на такую красоту. Кнопка стать спонсором находится под видео. Хочу добавить, что количество спонсоров ограничено, как бы мне этого не хотелось. Но физически с большим количеством человек не смогу работать. Так что если вы решили быстрее научиться металлизации, станьте спонсором канала прямо сейчас. Буду очень благодарен. Всего хорошего. До встречи на канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!